Дорогие друзья, вот так выглядит Махмуд Лар сегодня с моего балкона. Теперь у меня такой обозревательный пункт. Ну, что я вам хочу сказать. Вот здесь строится дом, и я вижу, что там люди работают. И вы знаете, вот даже какие-то звуки с этой стройки, они приносят какую-то нормальность в эту жизнь. Погода у нас стоит прекрасная. Солнышко. Сейчас время где-то вот к пяти часам вечера. Солнце уже пошло на заход. Улицы пустынные. Ну, вот кто-то там прогуливает собачку. Мы видим редких прохожих. Я вижу. Люди ходят в масках. Вижу их с сумками. Видимо, все-таки ходят за продуктами в основном. Ну, сейчас как-то прям совсем никого не видно. Сейчас посмотрим вот с этой стороны. Ну, вот около стройки я вижу мужчин. И мужчины работают вот на той стройке просто очень активно. Вот для них никакого вируса, по-моему, не существует. Но когда смотришь на это, как-то чувствуешь, что жизнь продолжается, потому что все остальное как-то очень-очень у нас грустно. Привет! Мои соседи выгуливаются на балконе. Женя и Борис. Ну, вот такие дела. Вот так все это выглядит. Здравствуйте, дорогие друзья! Привет вам из Махмутлара, Алания. Сегодня у нас 30 марта, пятница. Масочку я одела в первый раз. Вот просто попробовала для вас, так сказать. Порепетировала, как это в ней дышится. Маску я не покупала. Мне даже вот их несколько принесли мои соседи. За что им большая благодарность. Вот видите, как все-таки хорошо иметь хороших соседей, которые думают о ближних своих. Значит, расскажу, что у нас сейчас происходит, какая у нас обстановка. До выходных нам еще было разрешено выходить, но рекомендовано было выходить только по каким-то определенным нуждам. В магазин, в аптеку и так далее. Но это не вирус. Но на набережной и на берегу люди сидели, люди гуляли, ходили. Мы тоже с Надеждой ездили на велосипедах. Никто никого не гонял, никто ничего никому не запрещал. Но на выходные, значит, было распространено такое заявление, что на берегу, на набережной никому сидеть больше не разрешают. То есть там конкретно уже ходила полиция, гоняла и, говорят, даже нескольких человек оштрафовали. Оштрафовали также семьи, которые попытались где-то там у себя устраивать такие домашние, типа сборищ, дни рождения отмечать и так далее и тому подобное. Насколько это правда, я не знаю, но я здесь только распространяю, так сказать, слухи, те, которые приходят по всяческим каналам, в том числе WhatsApp и группы на Фейсбуке. Но это все, чем, наверное, мы все с вами сегодня занимаемся. Это мы прокручиваем через свои головы массы и массы всякой разной информации. Что из них правда, что из них неправда, Бог его знает, никто этого не знает. Но я думаю, что надо все-таки как-то очень критично к информации подходить, выборочно и не поддаваться панике. Я встречалась в прошлом видео, я вам говорила, что я встречалась со своими подписчиками, с которыми мы очень странно встретились у воротов, у ворот моего дома. Позавчера они улетали в Москву. Вот они мне отписались, что они прилетели, что самолет... Это были уже специальные рейсы, именно организованные для того, чтобы вывезти из Турции людей, которые хотели вернуться в Москву, в Россию. И она сказала, что самолет был полный, было очень много людей, очень много было детей и очень много было домашних животных. В общем, аэропорт в Анталии, они летели через Анталию, был пустой, прям совсем пустой. Даже картинки мне прислали. Вот так выглядел аэропорт в Анталии. Народу никого, и табло было абсолютно пустое. На нем был только один единственный вот этот рейс, направлявшийся в Москву. Что у нас? Значит, на выходные нам запретили выходить на набережную и на берег, но я думала, что придет понедельник, и выйти можно будет. Нет, потом оказалось, что этот запрет был распространен и на остальные дни недели. То есть сейчас мы практически полностью под домашним карантином. Вот я уже сколько? Три дня сижу, и за этих трех дней я выходила один раз в магазин. Вчера это было. Вот просто буквально на велосипеде доехала до Мигроса и вернулась домой с покупками. И вот сижу. Но сегодня вот Женя ко мне заходила, мы с ней поболтали. Так что вот такие дела, друзья мои. Одна есть очень такая новость, как бы немножко меня напрягла. Мне сообщили по каналам, по определенным, что якобы начиная со 2-3 апреля будут ходить какие-то типа меткомиссии по комплексам и будут посещать все квартиры, и у всех будут брать якобы вот эти тесты. В каком виде они будут браться, я даже не знаю, но вот там прозвучало, что якобы забор крови. Но не знаю. Вот это меня реально напрягло, потому что я бы не хотела общаться ни с какими медработниками, ничего не сдавать и ничего не получать из чужих рук. Не знаю, насколько это правда. В общем, время покажет. Но даже уже где-то подумываю, что дверь открывать не надо никому. Ну вот, но с другой стороны, друзья мои, пока мы живы, будем жить. Жизнь продолжается. Надо все равно стараться смотреть в будущее с оптимизмом, насколько это возможно. Я всем желаю вам здоровья. Я всем желаю благоразумия, терпения. Даже не знаю, сейчас мы все как бы, ну ладно, я одна, но есть люди, которые, так сказать, в квартире все посажены в одно место. И надо как-то друг с другом быть очень и очень аккуратными, потому что взрывы могут быть вот просто на почве того, что мы все нервничаем, и никто не знает, что дальше нас ждет. Вот это, наверное, неизвестность, это самое такое отвратительное, что есть вот в этом всем коронавирусе, а также отсутствие правды, потому что столько всяких разных вещей нам вещают с интернета, и с телевидения, и во что верить уже не знаешь. Тут уже и бактерии синтия, тут и коронавирус, и это все вроде бы как создано человеком или нелюдим, не знаю даже, как их назвать, и что с этим совсем будет, это просто не знаю. Сегодня смотрела видео, я наблюдаю за ребятами, муж и жена, Саша и Даша, они путешествуют по, в данный момент путешествуют по Индии, там вообще, конечно, караул. Мало того, что Индия сама-то по себе такая страна, что в ней и в хорошее-то время путешествовать страшно, потому что там грязь, антисанитария и все прочее, они еще и оказались вот в такой сложной ситуации. Но ничего, ребятки молодцы, бодрости духа не теряют, так что будем надеяться, что все мы как-то из этого выберемся один день. Все, желаю вам всего хорошего, буду вам сообщать о дальнейших новостях. Пока! Ночь была с ливнями и трава в рассе. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все ждала DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok